Где платить? Куда платить? Почему у вас такая реакция? Я вам как бы действительно немножко настрой глаза на некоторые вещи. У меня муж платил за квартиру через автоплатеж, вы как раз 15-го числа должны купить, и здесь. Если сумма-то разная, поэтому он взял и отказался. Говорит, я лучше пойду и узнаю. Поэтому мы тоже не заботились. Как не верить и не сочувствовать этим людям? Сколько можно еще терпеть? Кто же управляет их домами? Вот и этот молодой человек пришел разобраться. 4,685. И куда платить? Абсолютно не знаю. Что говорят в управляющих компаниях? В управляющих компаниях. Одна управляющая компания говорит, что это филькина грамота. Платите к нам. А, Пиккомфорт говорит, что это филькина грамота? Да. Не могу сказать, что это филькина грамота? Это, да. Кому платить, абсолютно не знаю. Кому платить? Такой вопрос задают сотни жителей нашего города. Ведь на сегодняшний день более 30 домов входят в разряд спорных. Откуда берутся двойные платежки? И как грамоту узнать, под чьим руководством находятся ваши дома? И на что обращать внимание, глядя в платежки? Обо всем подробнее мы расскажем в репортаже. Итак, обо всем по порядку. На ваших экранах платежки жителей домов. Например, эта выставлена у Каримекс. По адресу Ленинградская, дом 8. Вот другая от Финстроя. По адресу Вертлинская, 17. И еще одна от Олимпа. По адресу Гражданская, 14. Квитанции оплачены. Казалось бы, в чем проблема? Дело вот в чем. Есть официальный сайт ГЖИ. Кликаем в раздел «Гражданам». Далее «Лицензирование». Реестр многоквартирных домов. Вносим, например, адрес Вертлинская, дом 17. Что мы видим? Управляющая организация «Пик Комфорт». Проверяем еще. Первая гражданская, дом 14. Тоже «Пик Комфорт». Так что же получается? Официально эти дома по адресам находятся в лицензии одной управляющей компании, но платежки выставлены другими и жители их оплатили. Что скажет Государственная жилищная инспекция? Конечно же, одна управляющая компания управляет законно, другая управляющая компания управляет незаконно. И здесь жителям обязательно нужно обращать внимание на реестр многоквартирных домов. В этом реестре указан адрес многоквартирного дома, указана управляющая компания, которая в данный момент управляет этим многоквартирным домом. И, соответственно, на основании этого реестра и управляющая компания, которая на законных основаниях управляет многоквартирным домом, заключает договоры с ресурсо-сообжающими организациями. Из-за спора двух управляющих компаний эти дома не участвуют в программах софинансирования, например, мой подъезд. Потому что денежные средства в итоге не сможет вернуть. А еще пенсионеры не получают субсидий. Здесь и специалистам не надо быть, чтобы понять, какие-то управляйки явно лукавят. О злоупотреблении доверием простых людей и элементах мошенничества говорит и этот человек. Согласился только спиной, потому что опасается за свою жизнь. Рассказывает о том, как проходят общие собрания жильцов. Объявления какие-то вывешивались, но на них 2-3 человека присутствовали. Ну, видимо, с тех организационных компаний, которые хотели владеть этими домами. Все подписи были подделаны. Ну, большинство жителей даже не видели в глаза эти подписи. Чем же руководствуются эти компании? Откуда такая уверенность? Ведь за подделку протоколов в общих собрания грозит уголовная ответственность. Так что же, совсем страх потеряли. Можете сейчас с нами пообщаться по нескольку вопросов? Я с вами не общаюсь. Опять вы с нами не общались? Я с вами не общаюсь. Отсюда выйдите. А подождите, что вы сделаете? Я вас сейчас смотрю. Тогда вы можете рассказать нам, на каких основаниях проводятся собрания? Покажите, пожалуйста, протоколы ваших собраний. Почему у вас такая реакция? Иди отсюда, по-хорошему. По-хорошему. Вот так, по-хорошему, встречают нашу съемочную группу в УК Ремекс. Почему так агрессивно? Частное совмещение, частная собственность. Можете. Встреча, выходите. Выходите. Руки, выходите. Ох уж эти пытливые журналисты. Ходят и ходят. Вопросы неудобные задают. Кстати, не подумайте, что мы в одну компанию заглянули. Вот другая. Здравствуйте. В Наштогорской телевидении есть к вам несколько вопросов. Ну давайте, если хороший вопрос, мы ответим. Не знаем, что имеется в виду под словом «хороший». Надо отдать должное управляющей компании «Олимп» здесь хоть не гонят. Документы показывают, на вопросы отвечают. Покажите, пожалуйста, еще какую-то танцу. Любую? Любую. Но она с персональными данными опять же. Мы не будем показывать персональные данные. То есть к ним еще приходит, плюс еще текущий ремонт и содержание. К ним приходят еще квитанции одну по каждой КХ напрямую. Правильно? Да, все верно. На этих двух домах. Да. И третий квитанция еще приходит. От одной особой ЛРЦ за свет и газ. И капремон. Платежка должна быть единой. Для этого и созданы расчетно-кассовые центры, которые расщепляют ваш платеж и перечисляют деньги ресурсоснабжающим организациям. Возможно платить напрямую ресурсникам, но данное решение должно быть принято на общем собрании. В данном случае ресурсники говорят, денег не видят. Жители вводят в заблуждение, подменяя понятие прямые платежи и прямые договора. Это немножко разные вещи. Значит, жителям нужно пояснить, прямые договора жители не могут? Не могут заключать. Прямые платежи, что это имеется в виду? Житель, получив квитанции от своей управляющей компании, может прийти и заплатить коммунальные услуги к нам в кассу, либо на наш расчетный счет. А ОРМЭКС что делает? Не имея договоров на дома, выпускает квитанции специально даже желтого цвета, то есть чтобы жители их оплачивали. Соответственно, эти деньги у нас не могут быть учтены, и они числятся как неопознанные. Это управляющая компания Единство, это управляющая компания РЕМЭКС, это управляющая компания Олимп, это управляющая организация Финстрой, управляющая организация Енисей и ряд домов у организации Солнечного города. Кроме Солнечного города, по всем остальным компаниям платежей практически нет вообще. Вот, поэтому вот у нас специалисты МУПа могут пояснить эту ситуацию, то есть у нас только какие-то денежки, которые там по судам, то что мы выиграем, положим там аресты на расчетные счета, а так они не платят. Вот, и многие из них начинают незаконным образом выставлять там без каких-либо согласований вторую квитанцию МУПа с его расчетным счетом, хотя МУПа КЖКХ там данные квитанции там не выпускает. И снова обращаемся к государственной жилищной инспекции, ведь по закону только она наделена правом проверки и контроля. Что касается ресурсоснабжающих организаций, то все ресурсоснабжающие организации заключают договор с управляющей компанией, исходя из официальных источников. Официальный источник, еще раз я повторяюсь, это сайт ГОЖКХ, реестр многоквартирных домов по управлению многоквартирными домами, где указана конкретно управляющая компания, и соответственно при обращении той или иной управляющей компании к ресурсоснабжающим организациям заключается соответствующий договор на предоставление ресурсов. Управляющая компания между тем не согласна, и при этом заметно нервничая позволяет весьма неосторожные выводы. Даже если ГЖИ у нас не принимают, мы по протоколу... Это коррупционная вообще какая-то составляющая, ГЖИ это вообще коррупционная составляющая, вообще надо коррупцию проверить. Вот так вот, если честно. Не исключаем, что это такая оборонительная защитная реакция. Так бывает. Все-таки надо осторожнее с такими выводами, особенно в присутствии видеокамеры, не заметить которую невозможно. Ну да ладно, главное, чтобы на жителях это не отражалось. А главное, на качестве обслуживания дома. Ведь люди платят немалые деньги, а кто в итоге убирает и ремонтирует? Управляющая организация, которая, скажем так, выставляет квитанции на оплату коммунальных услуг, обязана производить на доме работы, которые должны входить в ту же статью содержания, текущий ремонт. И мы, как организация, целиком и полностью следуем всевозможным законам и правилам. То есть стараемся содержать дом по уборке, по санитарному содержанию, по устранению аварийных ситуаций, по очистке крови и так далее и тому подобное в рамках тех денег, которые оплачивают нам жители. Другие же управляющие организации в основном в своем говорят, что это делают они. Но у нас ходят наши люди. Я выезжаю на территорию практически постоянно. Я вижу только наших людей. Людей других управляющих организаций. Но я не вижу на территории. И многие жители говорят о том, что они тоже не видят. Пик комфортно платят. Пик комфортно платят. А убирают? Пик комфорт убирают. Они, то есть люди, должны сами во всем разобраться. Информации сейчас более чем достаточно. Надо гражданскую позицию проявлять. И выбрать те управляющие компании, у которых достаточное количество метров в управлении, устойчиво работают длительный период на рынке и по 4-5 раз не меняют свое юрлицо. То есть по сути одни и те же люди, только обличия разные. Поэтому от таких организаций нужно уходить. А в это время простые жители в подъезде рассказывают, как им разносят платежки по квартирам. Вот на прошлой неделе как раз главная по дому, я знаю, ее Аня зовут. Вот они разносили платежки за декабрь месяц. Разносили? Разносили. Кто? Сотрудники Олимпа? Вот это вот Аня и какой-то парень с ней был. То есть вам сказали, что с 1 марта будете в Римакс? Да. Я бы Римакс не хотел. К сожалению, ситуация до сих пор не исчерпана. В борьбе за лакомый кусок все средства хороши. Вообще-то конкуренция, как известно, необходимое условие эффективной экономики. Только добросовестное, которое не принесет вреда жителям на квартирных домов. Что же происходит на самом деле? Во время подготовки репортажа нам стал известен факт, что ресурсники возбудили банкротство в отношении управляющей компании «Финстрой» и «Расчетный центр». Вот тут бы и задуматься, на каких основаниях они взимают плату за ресурсы. Напоследок всем совет, кто задумался о смене управляющей компании. Перед тем, чтобы выбрать компанию, которая будет обслуживать ваш дом, хорошенько. Ознакомьтесь с отзывами на сайте Государственной жилищной инспекции. Оксана Боярова, Марина Ванюшкина, Илья Тимофеев, Олег Макаров и Андрей Бабкин. Специально для программы «Наше время». Продолжение следует...